И, конечно же, я думаю о звездах. Еще можно говорить, да, еще дальше говорить. Я вот даже, наверное, все. Александр Головин – известный российский актер театра и кино, получивший огромную популярность за роль кадета Максима Макарова в сериале «Кадетство» и школьного учителя Павла Клюева в «Папиных дочках». Сегодня мы расскажем, как живет и сколько зарабатывает Александр Головин. Основной доход актера – это, конечно же, гонорары со съемок в фильмах, сериалах и театральных постановках. Кроме того, доход с рекламных контрактов. За инстаграм-страничкой Головина следит почти 150 тысяч человек, и актер часто рекомендует разные товары своим читателям, оставляет промокоды или продвигает свой очередной проект. В последнее время Александр уделяет большое внимание благотворительности. Хотя актеру совсем недавно исполнилось 33 года, кажется, что он совсем не спешит жениться. Но поклонницы и пресса все равно пытаются выяснить, есть ли у блондина избранница. Так как актер постоянно окружен женским вниманием, ему приписывали романы с Лерой Козловой, Линдой Табагарей и Дарьей Мельниковой. Последняя сыграла дочку-спортсменку Женю в «Папиных дочках», и в поздних интервью признавалась, что испытывала чувство к Головину, который, в свою очередь, считал ее просто хорошим другом. В 2017 году актера заметили в компании визажистки Светланы Белогуровой, однако их роман продлился недолго. Более того, разрыв молодых людей разразился настоящим скандалом. Дело в том, что, будучи в отношениях с актером, девушка забеременела, но Головин не принял ребенка. Светлана обратилась на телевидение к скандальному юристу Екатерине Гордон, поэтому эта история быстро придалась огласке. В 2019 году ДНК-тест подтвердил отцовство Головина, поэтому суд обязал его выплачивать дочке Оливии 200 тысяч рублей в месяц. Эту сумму вскоре снизили до 40 тысяч рублей. На данный момент неизвестно, общается ли он со своей бывшей девушкой и ребенком. Совсем недавно подписчики мужчины заметили на фотографиях таинственную незнакомку, лицо которой не попало в объектив. Многие строят догадки, кто же это может быть, но пока что актер держит свою личную жизнь под замком. Самым близким человеком актер считает свою маму, которая всегда поддерживает его и дает ценные советы. Эта поддержка сопровождает парня постоянно, так как мама также является его менеджером. Лишь она может честно оценить его способности и все понимает с полуслова. Большую часть своих заработанных гонораров Головин отдает ей. На эти деньги уже был построен дом в Подмосковье и куплена машина, но сын продолжает копить, чтобы купить недвижимость для матери и в центре Москвы. Свободное от съемок время Александр проводит вместе с семьей, путешествует в разные уголки страны и мира, или получает дозу адреналина, встав на лыжи или сев за руль автомобиля. Он успел побывать на многих лыжных курортах и уже более 10 лет увлекается шоссейно-кольцевыми гонками на скутерах. Вместе с близким другом Алексеем Смирновым он часто участвует в национальных соревнованиях, занимая призовые места. Раньше актер совершенно не умел готовить, и каждый поход на кухню заканчивался катастрофой. Но карантин 2020 года изменил жизнь многих, и Головин не исключение. Чтобы обезопасить себя и своих близких, он жил в загородном доме вместе с мамой, старшей сестрой Евгении и ее мужем, а также их маленькой дочкой, своей племянницей. Кстати, девочку он просто обожает, называя ее солнышком. Так вот, за несколько месяцев изоляции Александр научился сажать картошку и готовить шарлотку и манты. Хотя это и нельзя назвать вершиной кулинарного мастерства, актер признался, что все-таки небольшой кулинарный талант в нем есть. Несмотря на это, главной хозяйкой на кухне, конечно же, все равно остается мама, так как она всегда знает, чем удивить. Хотя, играя роль кадета Суворовского училища Головин, вжился в роль мажора, привыкшего к жизни в роскоши, в реальности актер совсем не такой. Он не гонится за деньгами, поэтому всегда тщательно отбирает свои будущие кинопроекты. Однажды парню предложили роль в перспективном американском фильме про жестокие поступки российских военных в Чечне. Саша, как сын бывшего военного, предложил отцу прочитать сценарий и дать ему оценку. В таких фильмах настоящая история очень часто искривлена, а многие события выдуманы. Поэтому мужчина был категорически против, чтобы сын вошел в актерский состав такой картины. Ради славы и денег многие бы наверняка не прислушались к словам старшего и подписали бы контракт. Но Головин отказался, лишь бы не обижать родственника. 2006 год был очень успешным для актерской карьеры звезды, так как с его участием на экраны вышел не только успешный сериал «Кодетство», но и фильм «Сволочи». За основу картины было взято произведение Владимира Кунина, где повествование сосредоточено на истории о советских трудных подростках, которых ждет печальный конец. Головину в этот раз досталась роль Константина Чернова или «Кота». Перед началом съемок актеры прошли курс экстремального альпинизма, научились обращаться с оружием и все трюки выполняли без помощи дублеров. Фильм снимали в природных условиях, поэтому пришлось пережить и снег, и мороз, и дожди. Но даже погода не могла испортить впечатление 17-летнего парня, который имел честь познакомиться с такими звездами, как Андрей Панин и Андрей Краско, так как они тоже играли в «Сволочах». Вообще, актерский состав фильма был очень необычным. В съемках принял участие даже мальчик из детдома Сергей Рыченков. Он стал экранным другом Головина по кличке Тяпа. После окончания проекта мальчику пришлось вернуться обратно в детский дом к своим братьям. Несмотря на противоречивые оценки зрителей и критиков, фильм был признан лучшим фильмом года, а молодой Александр Головин удостоился награды «Прорыв года». У мужчины нет профессионального актерского образования, но это никак не мешает ему появляться и на экранах рейтинговых кинолент, и на сцене театра. Началом его театральной карьеры стал мюзикл «Норд-Ост» по роману Вениамина Каверина «Два капитана». В этой постановке он сыграл главного героя – Саню Григорьева в детстве. С опытом он все увереннее и увереннее чувствовал себя на сцене, и уже успел вжиться в образ монаха, любовника и даже студента Хому Брута в постановке «Вий» на основе известного произведения Николая Гоголя. Как ни странно, впервые перед объективами камер Александр появился не на съемочной площадке фильма, а во время съемок в музыкальном клипе Найка Борзова «Три слова». Впоследствии актер появился в клипах «Микки Ньютон. Белые лошади», группы «Корни наперегонки с ветром», «Катя Новый в витринах» и многих других. В 2009 году, после успеха сериала «Кадетство», Головин озвучил Максима Макарова в компьютерной игре «Кадетство. Новая история». Через три года он подарил свой голос Орлу Балабану в мультфильме «Отвинта», а еще через год озвучил Геккельбери Финна в печать царя Соломона. Но давайте вернемся на несколько десятилетий назад и узнаем, почему неправильное решение мамы актера могло бы навсегда закрыть ему путь в киноиндустрию. Александр Головин родился 13 января 1989 года в городе Брно на территории современной Чехии. Отец мальчика был военным летчиком, а мама оставалась дома, чтобы приглядывать за старшей дочкой Евгении и сыном Александром. Через некоторое время семья вернулась в Москву, где открыла небольшой магазинчик. Однажды родители увидели объявление о наборе детей в модельное агентство Славы Зайцева, известного российского модельера. Сначала они планировали взять с собой только дочь, но Саша уговорил старших взять с собой и его. Если бы мама тогда не прислушалась к сыну, скорее всего мы бы никогда не узнали про актера Александра Головина. Но оба ребенка успешно прошли кастинг. Один из преподавателей, Андрей Белкин, сразу же заметил талант мальчика к перевоплощению в разные роли, поэтому посоветовал его родителям обратить на это внимание. Впервые юный актер появился в фильме «Бледнолицый лжец», сыграв эпизодическую роль. Через год появился в известном телепроекте «Яролаш», где принял участие в съемках 15 эпизодов. В 2006 году ему предлагают роль Максима Макарова в сериале «Кадетство», и парень соглашается, еще не зная, какую славу он ему принесет. С этого момента карьера кадета идет в гору. Он снимается в серии фильмов «Елки», сериале «Папины дочки», «В спорте только девушки» и многих других. В этом году актер будет праздновать 20-ю годовщину своего дебюта. Он не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает пробовать себя в сериалах и фильмах, в театральном и вокальном творчестве, а также на телевидении. Вот и все на сегодня. А какая роль Александра Головина вам запомнилась больше всего? Делитесь в комментариях.